У меня это... Мне казалось, что я последний, кто это умеет. От этого микрофона. Вот так, да? Спасибо. Так, где-то конференция. А, все пропало. Вот, вот, конференция. Может быть, отодвинуть? Мы его по центру остановим. Показываем. Сейчас. Ходите туда немножко, чтобы вы видели здесь зал. И вам в глаза не светило. Да. Ну, давайте отодвинуть. Простойте здесь проводы. Достаточно? Стойте здесь, потому что я думаю, что вы можете. Оу. Фулс-кран-фил. Спасибо большое. Спасибо большое, Джей. Спасибо, Джей. Спасибо, Джей. А это очень неплохо. Приводим. Да. Окей? Что-то я не могу это, не знаю, здесь какая-то страна. Поможете? Я не знаю, как это делать на компьютерном компьютере. Нужно полный экран. Взрыв. Делает. Контроллер. В английский. Виз. Думайте, по-виз. Вмот. О, о, спасибо. Я буду говорить в русском, но мои слайды в английском и я думаю, что будет хорошо. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить организаторов за замечательную возможность сделать доклад на этой конференции. Мой доклад посвящен стационарным распределениям диффузионного процесса, в частности, посвящен дифференцируемости стационарных мер относительно параметра и более широко посвящен оценкам расстоянии между стационарными распределениями двух разных диффузионных процессов. Пусть у нас задан диффузионный процесс к СИТЭ с генератором L. Это эллиптический оператор. Оператор Лапласа плюс векторное поле на градиент. Например, так будет выглядеть генератор диффузионного процесса, удовлетворяющего стахастическому уравнению. Совершенно обычным образом определяется переходная полугруппа. И я напомню, что вероятностная мера называется инвариантной для процесса или инвариантной для полугруппы, если для всякой ограниченной непрерывной функции выполняется вот это равенство. Используя свойства полугруппы и генератор, нетрудно вывести, что стационарная мера должна удовлетворять уравнению Калмогорова или стационарному уравнению Фокера-Планка-Калмогорова. Это знаменитый объект для стационарных распределений и вот в языке марковских процессов и теории вероятности, выведенный еще в 30-е годы 20-го века в знаменитой работе Калмогорова об аналитических методах теории вероятностей. И несмотря на то, что бесчисленное множество работ посвящено исследованию этого уравнения, на удивление до сих пор есть первоочередные вопросы, которые не то что не решены до конца, а на них даже не известен ответ, какой правильный. Некоторых из таких вопросов я скажу ниже. Значит, уравнение в общем случае мы понимаем в терминах обобщенных функций, но в этом докладе векторное поле B будет локально ограниченным, хорошо известно, и я скажу об этом дальше, что мера будет обладать плотностью относительно меры Лебега, плотность будет достаточно хорошей и в принципе можно думать, и это правильно, что уравнение это классическое эллиптическое уравнение, но специфичен класс решений, которые мы изучаем. Это, если говорить про плотности, вероятностные плотности, неотрицательные функции с единичным интегралом по всему пространству. Значит, что известно про это уравнение? Еще в 60-е годы 20-го века Хасминский для липшицевых коэффициентов установил, что наличие диссипации, которая выражается в существовании функции Липунова, это функция V, уходит на плюс бесконечность, а оператор L, действуя на V, оказывается вне некоторого шара меньше некоторой отрицательной константы. Наличие такой диссипации влечет в существование единственность стационарного распределения диффузионного процесса. Грубо говоря, если векторного поля нет, Виннеровский процесс разносит все частицы, более-менее равномерно по всему пространству, а наличие векторного поля B начинает их собирать назад. Если мы посмотрим случай B равно 0, то никакого вероятностного стационарного распределения нет, это просто следствие классической теории Малювиля, есть только мера Либега. А как только появляется диссипативный снос B, появляется вероятностное решение. Для единственности решения достаточно более слабого условия Lv не превосходит V с некоторой константой. Интересно, что вот теорема Хасминского – это 60-е годы XX века. Ее такой современный вариант для нерегулярных коэффициентов – это 1998 год. А вот первый пример, когда стационарное уравнение Калмогорова имеет несколько вероятностных решений – это всего 20 лет назад. Немецкий математик Вильям Штанет предъявил конкретный пример гладкого векторного поля, когда стационарное уравнение Калмогорова имеет два совершенно конкретных, одно из них – это стандартная гауссовская мера, а другое – задано относительно этой меры плотностью, два конкретных решения. 10 лет назад оказалось, что в этом примере и во всех известных примерах неединственности пространство решений бесконечно мерно, то есть симплекс вероятностных решений бесконечно мерный. Более того, в некотором смысле не важно, как хорошо В устроено, например, оно может быть градиентом какой-то функции, В может распадаться по переменным, то есть первая компонента В зависит только от Х1, а вторая компонента В только от Х2, то есть у вас уравнение – это произведение двух одномерных уравнений, скажем, если вы в Р2 это смотрите, все равно могут быть бесконечно мерные симплексы решений. Но вот что до сих пор неизвестно, и это, в общем, восходит к задачам, которые еще Калмогоров формулировал в своей знаменитой статье, неизвестно, бывает ли этот симплекс конечномерным. То есть пока ситуация такая, либо он из единственной меры состоит, либо состоит сразу из бесконечно мерного симплекса. Что еще интересно, и это важно для дальнейшего, что в случае, когда есть функция Липунова, и мы знаем, что единственное стационарное распределение, может оказаться, что в классе L1, то есть в классе просто интегрируемых плотностей, решений несколько. Это не только пропорциональные этому стационарному вероятностному решению. Значит, для того, чтобы оказалось, что это вероятностная источница пропорциональности единственная интегрируемая, запрещается Б слишком быстро действовать против Х в минус бесконечность. Вот вверху было условие единственности, что скалярное произведение Б на Х стремится в минус бесконечность. Вот для диффузионного процесса это нормальная ситуация, очень типичная, у вас есть диссипативный снос, но очень быстро уходящийся на бесконечность. Вот для L1 решения это плохо, это приводит к нескольким решениям. Нам будет интересен именно класс вероятностных решений. Я уже говорил, что при наших условиях μ имеет плотность, и эта плотность хороша, строго положительна, непрерывна. Пусть для параметра α из АТСК 0,1, ну или из любого другого промежутка с числовой прямой, у нас задан набор таких векторных полей B α. И мы предположим, что они все локально равномерно ограничены, и рассмотрим соответствующие им, если такие есть, решения уравнения Калмогорова. Естественный вопрос, важный, например, в теории оптимального управления, какова зависимость решения от α? Причем этот вопрос здесь формулирован, найти достаточные условия, когда это непрерывно и дифференцируемо. Но понятно, что это широкий вопрос, потому что он зависит и от того, в каком пространстве мы хотим смотреть эти решения. Скажем, можно говорить о непрерывности в L1, а можно по метрике Конторовича. И то же самое про дифференцируемость, можно говорить про производную метрическую, можно говорить про совершенно обычную производную плотности, как обычная дифференцируемая функция по параметру α. Простой пример показывает, что даже в одномерном случае, даже для очень хорошего B, нет непрерывности по α. мы пишем решение и просто устраиваем так, чтобы интеграл, который нормирует это решение довероятностного, был разрывен. То есть это простое упражнение, вот как на равномерную исходимость на первом курсе, на втором курсе дают студентам по анализу. Вот это оказывается так устроена ситуация. Теперь, почему так произошло? Так произошло, потому что мы не контролируем массу. Если мы посмотрим здесь на скалярное произведение поля B с x, то увидим, что оно уже не является диссипативным равномерно по α. То есть оно не стремится в минус бесконечность равномерно по α. Вот при каждом фиксированном α все здорово, это вот можно сделать, будет как минус x почти себя вести. А вот как только α начинаем менять, приближать к нулю, ситуация меняется. Из-за этого, собственно, и происходит. А отсутствие диссипации влечет отсутствие, грубо говоря, слабой компактности этих мер α и, соответственно, отсутствие непрерывности. Теорема, которая является частным случаем результата, полученного в совместной работе с Владимиром Игоревичем Богачевым и Александром Юрьевичем Веретенниковым, дает простые условия, когда решение будет дифференцируемым. Вообще, вопрос дифференцируемости классический. Если мы откроем книжку Фридмана по параболическим уравнениям, мы увидим, что там этот вопрос рассматривается. Но в данном случае весьма специфическая ситуация связана с тем, что нас интересует, во-первых, случай, когда коэффициенты имеют неограниченный рост и весьма значительный. Во-вторых, мы рассматриваем решение на всем пространстве, и это решение именно вероятностное решение, то есть весьма специальный класс. Для всех решение это неверно в этих условиях. Такого рода задачи рассматривались в 2000-х годах в работах Парду и Веретенникова с помощью вероятностной технологии, причем такой обходной, доказывалось, что все хорошо для параболического уравнения, для переходных вероятностей, а потом с помощью эргодических свойств того, что переходные вероятности хорошо сходятся к стационарному распределению, доказывалось, что стационарное распределение наследует эти свойства. В статье, где доказан вот этот результат и более общий, мы предприняли попытку доказать это аналитически, без вот этих вот обходных маневров, напрямую из анализа уравнения Калмогорова. Более близкая тема к дифференцируемости и тесно с ней связанная, но более широкая и более приложимая к разным задачам, это вот такой простой вопрос. Есть две меры, они являются решениями двух уравнений Калмогорова, и надо сравнить, насколько эти решения отличаются через отличие между коэффициентами сноса. Как это можно использовать? Это, как мы сейчас увидим, применяется в дифференцируемости, но это, конечно, и важный шаг в исследовании нелинейных уравнений. Если такая урода оценка получена, у нас сразу есть все, есть непрерывность, если при определенных условиях есть сжимаемость, сразу же в одно касание делаются все теоремы существования единственности для нелинейных уравнений. Ну, кроме того, это просто как бы классический вопрос того, как зависит решение от коэффициентов. Как связан этот вопрос с дифференцируемостью? Предположим, что у нас есть оценка вот такого вида. В дальнейшем мы увидим, как такие оценки получать. Рассмотрим тогда дифференциальную разность, то соотношение, которое мы хотим, чтобы стремилось к производной, если оно есть. Из этой оценки сразу получается ограниченность L1 нормы и даже с весом. Дальше локальная теория эллиптических уравнений дает нам локальную сходимость, то, что можно выбрать под последовательность, которая будет хорошо сходиться. А наличие веса и равномерной оценки в L1 позволяет говорить, что есть сходимость в L1. Этот предел будет решением такого уравнения, и если мы знаем, что в классе вот разумных функций с нулевым интегралом это решение единственное, вообще говоря, оно не единственное, его можно сдвигать на стационарное решение, вот, то предел тем самым не зависит от выбора от последовательности, мы немедленно получаем дифференцируемость. Если нам требовалось бы только дифференцируемость, нам, конечно, не нужна такая сильная оценка, нам достаточно просто ограниченности вот этой нормы. И, собственно, так и доказывалось статья АЭМ, которая была сформулирована раньше. Интересно, что в некотором смысле верное и обратное. Предположим, что мы умеем доказывать дифференцируемость и устанавливать такого рода оценку. сносов, тогда если мы возьмем такую выпуклую комбинацию двух сносов и соответствующее ей стационарное решение мю альфа, то просто прямо из формул Ньютона-Лебница мы получим оценку расстояния между двумя стационарными решениями. Как получать оценки расстояний? Есть несколько подходов, я кратко буквально скажу об одном из них. Значит, интересно, что, естественно, оценивать не разность между решениями, а их отношения. То есть, смотреть на одно решение как плотность относительно другого. Тогда, и это было установлено в совместной статье с Богачевым и Кирилловым Андреем Игоревичем, что при разумных условиях на коэффициент это условия либо условия интегрируемости, либо условия существования функции Липунова, имеет место вот такая оценка. Обратите внимание, что и оценка несимметрична, и условия несимметричны. Требуются условия только по мю, да, и оценка справа сигма, а слева мю. При этом ясно, что это уже является оценкой расстояния, потому что если этот интеграл маленький, то градиент В маленький, значит В константа почти что, ну так эвоистически. Но у двух вероятных решений эта константа может быть только единицей. Это вот интеграл, который называют информацией Фишера. Если теперь эту теорему скомбинировать с известными неравенствами из теории меры, скажем, если потребует, чтобы для стационарного распределения мю выполнялось неравенство логарифмическое неравенство Соболева. Так, например, будет, если коэффициент сноса монотонный, то тогда можно получить оценку энтропии. Значит, вот, например, в случае монотонного сноса, где С – это как раз константа из логарифмического неравенства Соболева. Вот в случае монотонности получаем такое неравенство. Комбинируя это с транспортным неравенством, когда оценивается метрика Конторовича. Метрика Конторовича определяется как инфинум вот таких интегралов по всем мерам, имеющим заданные проекции на соответствующие координаты x и y, то получится оценка уже расстояния по Конторовичу, а если скомбинировать это с неравенством Кулбака знаменитым, ну или с его обобщениями, полученными недавно Бали и Вилани, то получится оценка по полной вариации. Это в плотностях и есть оценка или один расстояние между распределениями. Интересно, что вот эта константа – это точная константа в этих неравенствах, что вот нельзя сделать лучше, и пример этого приходит из нелинейных уравнений. А если применять это неравенство в нелинейных уравнениях, то получаются теоремы существования с точным указанием, при каких параметрах есть существование единственность, а при каких нет. И чуть-чуть вот здесь была бы другая оценка, и мы бы противоречили контрпримеру, когда мы знаем, что на перерешении очень много. Вот. Есть другой способ получать оценки. Это способ, основанный на уравнении Пуассона, когда мы применяем такой принцип сопряженной задачи или принцип Гальмгрена. Вот результат, который можно получить на этом пути. Ну и, например, вот оценка, похожая на ту оценку, что я написал, когда объяснял, как из оценок выводить дифференцируемость решений. Если говорить о приложениях, то вот немедленное приложение к нелинейным уравнениям. Рассмотрим нелинейное уравнение, где коэффициент сноса зависит от μ. Типичная связь – это свертка с μ с какой-то функцией. Значит, пусть В имеет полиминальный рост, тогда вот у нас есть такое утверждение. Монотонность вместе вот с такой липшицевостью по, скажем, метрике Конторовича приводит к существованию единственности решения соответствующего нелинейного уравнения в классе мер, имеющих второй момент. Вот эта вот оценка, где c меньше, чем каппа, приходящая прямо из неравенства – это утверждение, оно тривиально, оно получается сразу просто из теоремы о сжимающем отображении. Тем не менее, это простое наблюдение оказывается точным. Вот простой, но удивительный пример, когда выполняются условия следствия, константы равны и у нас уже есть бесконечно много решений стационарного нелинейного уравнения. Вот чтобы такое построить в линейном случае, там надо что-то придумывать. Эти примеры очень трудны. В нелинейном случае добавили центр масс и сразу же получилось бесконечно много линейно-независимых вероятностных решений. Вот. И это же показывает, что те константы, которые были получены в оценках, они точны. С этим примером связано вообще много разных вопросов про нелинейное уравнение. Например, если поставить вот сюда параметр ε, то картина станет просто удивительной. Там при малых параметрах будет ситуация, когда решение единственное и к нему все сходится, что только можно. При ε равном единице вы видите, что здесь начинаются безобразия с бесконечным большим количеством стационарных распределений. А как только ε превысит единицу, все опять схлопнется в одну точку. Значит, но исходимость станет очень своеобразной. Будут сходиться только те решения переходной вероятности, решения параболического соответствующего уравнения, которые будут начинаться с меры, у которой центр масс в нуле. Что еще важно ответить? Результаты, которые были показаны, они устроены так. Есть некая оценка на градиент В и дальше она комбинируется с условиями, что относительно меры выполняется логарифмическое неравенство Соболева. Интересно, что до сих пор нет разумных условий, когда для стационарного распределения диффузионного процесса выполнено логарифмическое неравенство Соболева. Ну или, скажем, более такое простое неравенство Пуанкаре. Есть большая деятельность, скажем, Бакри и Катью, которые вывели множество разных вариантов условий, но они все крайне тяжелы. Если их захотеть проверить в терминах коэффициентов, то в общем вот единственный случай, когда это можно сделать, он был показан. Вот. Значит, поэтому это очень интересная задача узнать, когда логарифмический Соболев и когда Пуанкаре будет выполняться при разумных условиях на коэффициенты. Результаты представлены из следующих работ, где можно найти доказательства, примеры, обсуждения. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok